В условиях зимней непогоды количество дорожно-транспортных происшествий резко возрастает. Водители часто не учитывают сложные условия, такие как гололедица или снегопад, что приводит к авариям. В нашем городе уже зафиксировано несколько серьезных ДТП, связанных с этими факторами. Павел Берсенев расскажет подробнее. Массовое ДТП с пострадавшими произошло на шоссе Западном. Авария попала на камеры видеорегистратора. В результате столкновения трех автомобилей три человека получили ранения. 66-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», следуя по шоссе Западному, в районе дома 144 в условиях снегопада, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречными следующими автомобилями «Шкода Корок» и «Ниссан Икстрейл». Водитель автомобиля «Лада Ларгус», 41-летний водитель «Ниссан Икстрейл» и 47-летний пассажир «Ниссан Икстрейл» получили телесные повреждения. Им назначено амбулаторное лечение. На следующий день также произошло дорожно-транспортное происшествие, где водитель не до конца учитывала погодные условия. На улице Шишки в вечернее время 30-летняя женщина на «Ладе Ларгус» двигалась от улицы Менделеева в сторону Комсомольской. Возле 32-го дома не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и столкнулась с электроопорой и автомобилем «Датсун Ондо», который выполнял левый поворот. Телесные повреждения получили двое детей, которые находились в салоне «Лады» – 7-летний мальчик и 5-летняя девочка. Они были госпитализированы. Позже девочку пришлось транспортировать в Челябинск. Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что в момент передвижения дети находились в салоне автомобиля на заднем сидении и без использования детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту, а также не были зафиксированы штатными ремнями безопасности. По словам специалистов госавтоинспекции, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. С изменением погодных условий, наступлением снегопада, метели, гололедицы, выбирайте правильный скоростной режим, соблюдайте дистанцию и боковой интервал. Не отвлекайтесь от вождения автомобиля, так как вы управляете источником повышенной опасности. Отметим, с начала года в Магнитогорске произошло уже 857 дорожно-транспортных происшествий, в которых 19 человек получили ранения, среди них четверо несовершеннолетних. Павел Берсенев, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.